Глубоко уважаемые коллеги, спасибо, что вы нашли время и пришли на сателлит, который организовала компания Алкон, фармацевтическая часть. Сателлит будет посвящен проблемам фармсопровождения хирургической патологии. И первым докладчиком будет Виктория Вячеславовна Тепловодская, ведущий хирург 1-го катарактального отделения МНТК Москва. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы поговорим о хирургии, осложненной катарактой. Вы все, наверное, знаете, что катаракта является одной из основных причин слабовидения и обратимой слепоты, поражая каждого шестого возраста старше 40 лет и подавляющее большинство населения в возрасте старше 80. Количество пациентов с катарактой неуклонно увеличивается как за счет пациентов пожилого возраста в связи с увеличением продолжительности жизни, так и за счет относительно молодых пациентов с пресс-биопией, которые не хотят носить очки. На современном этапе хирургии катаракты, мы знаем, это микроинвазивное вмешательство, поэтому в 2015 году были приняты клинические рекомендации по катаракте, где условным порогом для назначения на хирургии является острота зрения 0,5 с коррекцией. Современная катаракта, если это рассматривается возрастная катаракта, это микроинвазивная технология, которая приводит к быстрому улучшению зрительных функций и быстрой реабилитации пациентов. Примером такой пациента может быть пациентка 41 года, которая обратилась в клинику с жалобами на снижение зрения. Ей удачно было прооперировано оба глаза с получением высокого функционального результата. Этому пациенту достаточно в послеоперационном периоде назначить на месяц инстилляции нестероидного противовоспалительного препарата и на 2 недели глюкокортикостероидов. Однако все чаще хирурги сталкиваются с осложненной катарактой, процент которой, по данным Бориса Дарча Малюгина, достигает в настоящее время 54%. Факторы, которые увеличивают вероятность развития осложненной катаракты, это возраст, пол и анамнез. Причинами развития осложненной катаракты могут быть как общие заболевания, так и заболевания глаз, сопутствующие. Наиболее часто, наверное, мы сейчас сталкиваемся с диабетической катарактой, но я на ней не буду останавливаться, поскольку у нас будет последний доклад, посвящен этой теме. В стране на сегодняшний день насчитывается около 9 миллионов пациентов с глюкомой, и в 16-48% случаев глюкома сочетается с катарактой. При псевдоэксфолиативной глюкоме дистрофические изменения более выражены, поэтому частота развития катаракты выше. Причинами развития могут быть нарушения микроциркуляции питания структур глади на фоне повышенного давления. Отдельные гипотензивные препараты обладают катарактогенным действием, и некоторые виды антиглюкоматозных операций могут ускорять процесс развития катаракты. Мы должны выделять катаракту в сочетании с первично-открытоугольной глюкомой, с первично-закрытоугольной глюкомой, а также с глюкомой индуцированной патологией хрусталика. И тактика везде несколько различна. На предоперационном этапе мы понимаем, что за хирургической помощью обращаются часто пациенты в стадии компенсации внутриглазного давления на фоне приема гипотензивных препаратов. Поэтому мы должны уточнить у пациента, какие препараты он закапывает. Мы считаем, что необходимо отменить гипотензивные препараты из группы холиномиметиков и аналогов простагландинов за одну-две недели до вмешательства, чтобы уменьшить риск воспалительных осложнений. Перевести этих пациентов на препараты из группы ингибиторов карбангидраза или их комбинации. Во время операции у этих пациентов мы можем столкнуться с трудностями в достижении медриаза, так как эти пациенты часто используют миотики. Повышенный риск декомпенсации роговицы. У многих из них уже изначально имеется нарушение функции эндотелия. Вероятность подъема внутриглазного давления, а также слабость циновых связок. Здесь вы видите хирургию осложненной катаракты, вы видите, что циновые связки отсутствуют на большом протяжении. Несмотря на это, нам удается удалить хрусталик с помощью мобилизации капсульного мешка специальными ретракторами. Но тем не менее мы понимаем, что жидкость попадет в слои стекловидного тела через нарушенные связки. И в послеоперационном периоде у этого пациента возможно развитие гипертензии. Причинами развития гипертензии в послеоперационном периоде у этих пациентов может быть, помимо большого количества жидкости, асептическое воспаление, как реакция на хирургическую травму, остатки вискоэластика, которые блокируют пути оттока, а также адгезия в зоне фильтрационной подушки, которая также наблюдается. Поэтому с первых часов после операции мы рекомендуем превентивно использовать гипотензивные препараты и, естественно, бороться с вероятностью развития воспалительных осложнений. Здесь я хочу продемонстрировать клинический случай. Пациент с узкоугольной глаукомой и катарактой. Несмотря на высокие зрительные функции, пациент все-таки был прооперирован, потому что дооперационно на фоне инстилляции достаточно интенсивного капель он имел субкомпенсированное давление 25-24, и при обследовании толщина хрусталика была больше 5 мм, угол был узкий, и удаление такого толстого хрусталика позволило, во-первых, несколько еще даже улучшить зрительные функции и стабилизировать внутриглазное давление без использования гипотензивных препаратов. Хирургию катаракты, осложненной глаукомой, целесообразно проводить на ранних стадиях глаукомы. Это позволяет добиться нормализации внутриглазного давления с использованием меньшего количества препаратов. Вы видите, что по данным ДАМЮ эффект от удаления хрусталика через 2 года достигает 3 мм ртутного столба, поэтому закрытая угольная глаукома, нужно оперировать хрусталик, на наш взгляд, достаточно рано. Вторая причина развития осложненной катаракты – это увиальная катаракта. При этом она встречается у 8-78 пациентов с передним увиитом. Причины развития – это аутоиммунный механизм, повышение проницаемости гематоофтальмического барьера с воздействием токсических продуктов, воспаление на хрусталик. А также мы знаем, что эти пациенты часто используют препараты из глюпокортикостероидов, которые также могут приводить к развитию катаракты. На предоперационном этапе нам важно добиться стабилизации патологического процесса и помнить о том, что ремиссия должна быть по возможности в течение 2-3 месяцев. Хирургия увиальной катаракты сопряжена с техническими сложностями, включающими устранение синехии, отделение капсульного мешка от задней поверхности радужки. Зачастую приходится использовать механические средства для расширения зрачка. Все эти манипуляции могут приводить к развитию эксидативных реакций в послеоперационном периоде и геморрагиям уже во время операции. Поэтому вопросам профилактики воспалений и геморрагических осложнений в данном случае уделяется особое внимание. И на дооперационном этапе мы советуем использовать препараты из группы НПВС хотя бы начать за неделю до операции и препарат Дицинон дня за 3 до операции. Следующая причина развития осложненной катаракты – это травматическая катаракта, которая развивается как вследствие проникающих ранений, так и вследствие контузии глазного яблока. Стоит помнить, что последствия травмы активны в течение 9-12 месяцев после травмы, поэтому если нет каких-то обстоятельств для более раннего вмешательства в хирургию, лучше начинать не раньше, чем через этот срок. Глаза с травматической катарактой характеризуются такими же проблемами, практически как и у вяльной катаракты. Это, как правильно, сочетанная травма, поэтому поражается не только хрусталик, но и радужка очень часто. Клинические проявления крайне полиморфные. Восстановление анатомотопографических соотношений переднего отрезка глаза – это, наверное, самое важное, помимо восстановления зрительных функций. И здесь у этих пациентов мы также говорим о необходимости в послеоперационном периоде более длительного наблюдения, более длительного использования препаратов из группы нестероидных противовоспалительных средств. И у этих пациентов также часто наблюдается реактивная гипертензия, и об этом не стоит забывать. Клинический пример. Пациент молодой получил проникающее ранение. Через 4 часа после травмы ему были наложены швы на роговицу, и через чуть меньше недели он попадает в институт с диагнозом состояния послепроникающего ранения, шов роговица, травматическая катаракта, отрыв радужки от корня. При обследовании в передней камере у него выявляется эксудат и хрусталиковая масса, то есть имеется разрыв передней капсулы хрусталика. Соответственно, пациент готовится к хирургическому вмешательству, но учитывая наличие эксудата, ему проводится массивная противовоспалительная терапия. Вы видите, что по бэскану отмечается отек сосудистой оболочки, то есть задний отдел глаза тоже уже заинтересован. Антибиотикотерапия, глюкокортикостероиды системно и под конъюнктивом препараты из группы НПВС, также в виде инстилляции и системно. После этого ему проводится хирургическое вмешательство, вы понимаете, что хирургическое вмешательство было достаточно объемным, но тем не менее удалось получить высокие зрительные функции. Но стоит помнить о том, что этого пациента необходимо ввести еще не меньше полутора-двух месяцев, чтобы получить возможность улучшить эти зрительные функции и уменьшить риск воспаления. Таким образом, если обобщить все, что я сейчас сказала, то мы считаем, что особенностями предоперационной подготовки пациентов с осложненной катарактой будут следующие. Это добиться стабилизации патологического процесса, добиться максимально возможного уровня медриаза с использованием современных медриатиков, и если они не помогают, то различных средств хирургии снизить риск воспалительных осложнений и профилактика геморрагических осложнений. Особенности интраоперационной подготовки. Поскольку объем хирургического вмешательства, как правило, больше, чем при стандартной катаракте, то зачастую мы проводим эту операцию уже под проводниковой анестезией, а не под топической. Важно обратить внимание на обработку операционного поля, потому что часто у этих пациентов бывает снижен иммунитет, и обработки операционного поля особое внимание нужно уделять. Для достижения медриаза, как я уже сказала, использовать специальные, имеющиеся в наличии у хирурга арсенал средств. Стероиды местно и системно достаточно часто необходимо использовать. И гемостатики. В послеоперационном периоде требуется более длительное использование препаратов из группы НПВС. Как правило, это не меньше 1,5-2 месяцев. И на сегодняшний день препаратом, который можно использовать длительный, который показан для профилактики осложнений воспалительных со стороны заднего отрезка глаза, является НИВАНАК. Единственный, кто имеет на это специальное разрешение, которое указано в инструкции. Более длительное использование глюкокортикостероидов. Иногда приходится их использовать не только местно, но и системно. Использование антибиотиков более длительное. Если при обычной катаракте стандартно мы используем антибиотики не больше 7 дней, то здесь приходится их использовать до 2 недель. А также использование превентивных гипотензивных препаратов. Из антибиотиков на сегодняшний день основной группой является вторхиналоны 3-4 поколения. Как мы уже сказали, начинать инстилляцию желательно за 3 дня до операции при осложненной катаракте и до нескольких недель. Следующая группа препаратов – это препараты НПВС и глюкокортикостероиды, которые обязательно в использовании. Почему их комбинация нам важна? Потому что препараты из группы НПВС ингибируют циклооксигеназный путь и препятствуют образованию простагландинов. А стероиды воздействуют на экспрессию клетчатых белков и снижают метаболизм лейкотриинов и арахидоновой кислоты. То есть это и то, и то медиаторы воспаления, но пути воздействия этих препаратов несколько разнится. НПВС предотвращает миоз во время операции, уменьшают болевые явления, необходимые для профилактики воспаления и макулярного отека. Они все обладают общими свойствами, но тем не менее у них имеются отдельные активности. Так, противовоспалительная активность больше развита у эндомитоцина и диклофенака, анальгизирующий эффект у кетеролака, а сочетанное действие у неванака и бронсинака. Глюкокортикостероиды – важнейшее звено послеоперационной терапии. Астероиды – это основные препараты для подавления небактериальной воспалительной реакции, обладающие антиоксидативным, антиаллергическим и антипролиферативным эффектом. Естественно, на сегодняшний день самым распространенным является дексаметазон. Но тем не менее мы должны помнить, что при стандартном течении назначать на длительный срок глюкокортикостероиды не стоит, поскольку существует риск повышения внутриглазного давления, особенно у пациентов к этому предрасположенных. А также о том, что эти препараты обладают иммуносупрессивным действием и снижают репаративные процессы. Таким образом, итог лечения зависит как от выполнения самой операции, так и от правильного выбора препаратов для послеоперационной терапии. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Если у кого-то возникли вопросы, то самое время их задать. Если бы у аудитории пока вопросов не возникло, то мы благодарим докладчика и перейдем к следующему сообщению. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...